Продолжение следует... Сегодня мы поближе познакомимся с буднями защитников природы. Отправимся с ними в пустыню и поднимемся высоко в горы. Тук-тук. Вот мы здесь живем. На первый взгляд быт рядового инспектора может показаться раем на земле. Целых 15 дней в месяц отдыхаешь дома, а потом 15 дней работа. Ну как работа? На берегу стоит дом на колесах, где уже готовится вкусный ужин. Свежий воздух, посиделки у костра. Можно подумать, что кровь им пьют только комары. Что вы знаете о комарах? Иногда их бывает очень много. И даже спрей не помогает. Нужно просто переселяться в другое место. Разве комары проблема, когда вокруг такая красота? Но иллюзии по поводу безободной жизни инспекторов рассеиваются через пару часов. И ты понимаешь, что каждую секунду идет война. Даже, можно сказать, наши каждые движения уже наблюдают за нами. Куда мы двигаемся, что мы делаем. Браконьеры тоже работают только по информации. В этот раз, проехав относительно небольшое расстояние, мы будто бы очутились в другой стране. Водная рябь сменилась на песок и палящее солнце. Мы въехали на территорию пустыни Козылкум. На первый взгляд безжизненная, она приютила огромное количество различных представителей флоры и фауны. Многие из которых занесены в Красную книгу. Если краснокнижный саксаул можно встретить довольно часто, то остальные прячутся от посторонних глаз. Дикие джейраны, песчанки, тушканчики, хохлатые жаворонки, степные орлы, совы и другие местные обитатели, почуяв дух человеческий, скрылись из виду. А вот дрофа нам показалась. На то она и красотка, наверное. На меня больше впечатлила медведица, вернее медведка. Назвали ее так в честь грозного животного. Но, к счастью, она безобидна. И единственная ее цель – уйти от нас побыстрее. Черепахе тоже не удалось убежать. Но старалась она изо всех своих черепашьих сил. Не ходите по дорогам. Это опасно. Гуляйте там. Инспекторы же выслеживают более крупных и редких животных не для того, чтобы полюбоваться на них. Логика проста. Браконьеров нужно ловить на живца. За ходом солнца мы выезжаем на определенные какие-то участки. Я вам сейчас на карте покажу. Мы делим, например, где возможно. Мы же днем, когда объезжаем, видим определенное количество диких животных. Где находится, на каком квадрате. И, соответственно, данную территорию отрабатываем. С наступлением темноты жизнь начинает кипеть в этих местах. Животные спасаются от охотников, а инспекторы выслеживают браконьеров. Увидев представителей закона, нарушители обычно пытаются скрыться. Гонки по степной дороге со скоростью свыше 100 км в час уже само по себе опасны для жизни. Я не буду вас обманывать и рассказывать, что я собственными глазами видела погони и аресты. Конечно, двух неподготовленных девчонок инспекторы не рискнули бы взять на дело. И вот почему. Недавно случай на севере произошел, это в Карагандинской области, там был убит инспектор по охране Сайгака. Они также остановили браконьеров, там произошла у них перепалка, драка. И инспектор также побоялся применить это табельное свое оружие. В итоге они просто его убили. Был такой случай, буквально это год назад произошло. Сам работал в центральном филиале, это в городе, тогда была Астана, на северном районе, на охране Сайгака. Я тоже там работал три года, после чего потом перевелся сюда в Красную книгу. Я был с ним лично знаком. Называли его Ерлан. Там при стадах находились люди, боги овец, и они же овечьи рабы. Те, кто сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто независим от них, а волен быть свободным. Так описывал Чингис Айтматов тех, кто на протяжении многих десятилетий истребляет обитателей пустынь Центральной Азии. Авдик Алистратов, герой романа Плаха, говорил, что любое злодеяние, любое преступление людское в любой точке земли касается нас всех, даже если мы находимся далеко и не хотим ничего знать об этом. Вот эти ребята предпочитают видеть, что происходит вокруг, поэтому продолжают нести службу. Все просто и в то же время сложно. Размышляя о том, какие разные бывают люди, мы продолжали следовать за машинами инспекторов. Ни связи, ни кондиционера, никаких благ цивилизации. Только пыль. Много пыли. Виды Козылкума завораживают. И, надеюсь, здесь делают туристический маршрут. А пока, если соберетесь посетить эти места, делайте это как минимум на двух автомобилях. И ни в коем случае не отделяйтесь от группы. Пустыня – девушка с характером. И каждого гостя проверяет на прочность. Вы скажете, это всего лишь крайник с водой? А теперь представьте, когда ты целый день едешь по пустыне, а потом видишь воду. Но это не просто вода, она подземная. Это лучше любого пятизвездовочного отеля. Пока мужчины разбивали лагерь, я и Жадыра не могли оторваться от горячего источника. Сначала решили просто умыться, а потом и вовсе принять душ. С наступлением темноты я начала чувствовать что-то необъяснимое. Как будто кто-то следит за нами. Я решила спросить у Анвара, бывали ли здесь случаи потустороннего вмешательства. К своему удивлению, я услышала множество историй. Вот одна из них. Я слышал такие легенды, что именно здесь в Козелкумских песках обитает такое понятие, как житек. Это что такое? Ну, это такое необъяснимое явление. В том плане, что это когда-то он бывает светится как шар или как-то иначе. Когда машина сломается или происходят какие-то другие факты, этот свет старается увезти людей подальше. И он старается увезти людей так глубоко в пески, чтобы они оттуда не смогли выбраться. Но я думал, что это просто легенды, но когда-то я сам с этим встречался. Бывал такой момент, что в ночное время преследовали, заметили прожектор, стали преследовать. Было понятно, что это браконьеры. Мы его долгое время за ним наблюдали. И при преследовании он нам показался, что мы преследуем браконьеров. А по идее мы уехали вообще в другую сторону. И во время движения он светился так же, как, например, светятся прожектора. Но в итоге этот свет нас отдалял все дальше, дальше, дальше. Потом, когда я уже осознал, что это что-то неестественное, я ребятам сказал, подожди, мы точно в этом же направлении видели фару. Примерно ориентир всегда же мы берем, например, по координатам, на навигации. И когда мы выходим на дорогу, обнаруживаем, что там нет вообще практически следов. И вот тогда действительно подтвердился такой факт, что есть такое явление, как житек. А насекомые нападали? Сейчас мы находимся в песках с вами. А здесь, как полагается, находятся такие ядовитые насекомые, как скорпион, харакурт. Ладно, я домой. Мы приехали в аул Бузбутак, где находится лесничий кордон. Сейчас здесь служат вахтовым методом. А когда-то все было по-другому. Раньше здесь колхоз был. Когда коллективизация началась, и силам туда, джитсай, махтарау, туда все гоняли людей. Которые остались, вот мы и остались здесь. Ну, там 10-27 остались здесь. Остальные сейчас джитсай, наши родные, все там живут. А колхоз большой был? Да, конечно. Сколько примерно? Пять тысяч гектаров здесь пшеницу, даже борщу сажали здесь. Вот в 30-е годы, тогда голодовку здесь голодали люди. Они на ещаке, на лошади, сколько можно таскать. Шорнагес, Фрунзинский район, сейчас Савранский район был. Туда таскали. И грузили, туда отправили, в Москву. Здесь голодали. Сами голодные, но туда отправляли. Вот система такая. Тимирхан Ага с гордостью рассказывает, что его отец был первым каратаусским лесничим. И всем своим детям дал достойное образование. Там родился Амирхан, Тимирхан. Двое родились там. Остальные вот здесь родились. Там братишки, сестренки, отсюда. Нас 13. За будущее можно тоже не переживать. По стопам отца пошел и сын Тимирхана Ага. Сейчас вон меня гоняет. Он сейчас так работает. А вот надо вот так делать. Давай, поехали. Отправляем ребят туда, сюда, сюда. Но это все лирика. Еще, еще, еще. Сегодня на машинах мы должны подняться высоко в горы. Но сделать это оказалось непросто. 1480 метров над уровнем моря. Лежит снег. Страшно. Сильно. Всю дорогу мы ехали в буквальном смысле этого слова по обрыву. Не понимая, кому вообще пришло в голову начать здесь ездить. Это была одна из самых страшных поездок в моей жизни. Но поднявшись вверх, я поняла, что игра стоила свеч. А наши новые знакомые как будто не замечали всей сложности передвижения. Ходить по краю для них дело обычное. А в вас стреляли? Было дело. Домой приходили. Ему бандиты приходили ночью. Мать толкали, упала она. Потом кейн бы дали. Ко мне приходил убивать. Я честный человек. На меня Бог смотрит. Я остался живем. Хожу. Затаив дыхание, мы стали ждать архаров. Зная ненасытную злобу человека, эти животные очень осторожны. Но нам повезло. Мы их увидели. Горные обитатели мирно пасутся и, думаю, догадываются, что где-то наверху идет целая война между людьми за их жизнь. Одни хотят полакомиться редким мясом, а Тимирхан Агай и его команда сохранить многообразие дикой природы нашей страны. Я живу с этой работой. У меня дед работал здесь. Отец работал. Меня приглашали на работу другие. Я же не пошел. У каждого должна работа. Ну как? Душами надо работать. Любимая работа. Ты должен работать. Конечно, в 15 минут не уместить все истории погонь, задержания и несправедливости, которые рассказали нам инспекторы. Но суть можно передать одним предложением. Они те, кто посвятили свою жизнь защите не только животных и растений, но и конкретно тебя и меня. Ведь если пропадет один вид, за ним наступит очередь следующего. И где гарантия, что им не станет человеческий род? На этом у меня все. С вами была команда времени. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok